То есть, ну, вы не хотите народу делить на классы личного? Ну, я против коммунистической теории, да, классовой. Потому что классовая теория — это перманентная гражданская война в обществе, вы же понимаете. Когда закончились буржуи-дворяне, начали кулаков. Когда закончились кулаки, начали там троцкистов. Когда закончили троцкисты, там дело врачей в Ленинграде началось. Вы же прекрасно понимаете, что сегодня-завтра революция начнется. Не начнется. Почему? А она невозможно в оккупированной государстве. Революция — это удел суверенных государств. Вот у нас была революция, когда социалистическая. Эта революция, она скинула суверенную царскую власть и поставила суверенную большевистскую. То есть, если Навального разогнали немножко... Не, Навальный — это проект Вашингтона. Это он не может никакой революции. Как? Революция — это смена власти. От Вашингтона куда власть уйдет? То есть... Навальный — это и есть вашингтонский человек. Он не может куда-то в другое место отдать власть. Он с Америки. Ну а где он учился? Где его заместитель сейчас Волков учится? Ельский университет. Это альма-матер ЦРУ и Госдепа. Большинство директоров ЦРУ этот и ель закончили. У них как раз и специальность-то называлась по цветным революциям. А цветная революция — это наоборот против революции. Против смены власти. Пустим, короче, не Навальный, а будет что-то другой. Еще раз объясняю. Вот смотрите, у нас власть в Вашингтоне. Что такое, вот как вы себе представляете революцию? Революция — это смена власти. Вы понимаете это или нет? Революция — смена власти. Вот у нас революция, когда в 17-м году, смена власти от царя перешла к советам. Ну, к большевикам. Вот у нас из Вашингтона куда власть перейдет? Вот сейчас в Конгресс. Что такое в Вашингтоне Конгресс-Сенат? Вот если в Вашингтоне революция будет, и от Конгресса-Сената власть перейдет, я не знаю, там куда так, к профсоюзам. Тогда и нами будут руководить и американские профсоюзы. Понимаете, это невозможно. Просто вот чисто политологически, по-научному это невозможно. Революция у нас. Потому что у нас власть в Вашингтоне. Вам, чтобы совершить революцию, вам надо в Вашингтон ехать и шатать Конгресс и Сенат. Не понял. Ну, что значит власть у нас в Вашингтоне? Ну, потому что законы для нас пишут Вашингтон. Вот, допустим, пенсионная реформа. Там уже Путину указывает Вашингтон? Конечно. Что Путин, что Ельцин, это президенты колонии уже пошли. Что Медведев? Это президенты колонии. В колониях были президенты, да, во всех колониях были президенты. И в Индии был президент свой. И в Китае. Нихо я не понимаю. Как так? Ну, так. На нас накладывают они санкции. То есть... Да, санкции на своих подчиненных накладывают. Все правильно. А так и должно быть. Вот у Вас, когда плохо там работник будет работать или что-то, Вы его там премии лишите, понимаете, да? Прогрессивки. Штраф на него наложите. Кнутом, может быть, ударите. С какого перепугу мы под Америкой сейчас включим? Вот с 93-го года народ так распорядился. Ельцин вышел, сказал, вот нам Конституцию написали американцы, принимайте его. Крым мы забрали, а Америка была против. Мы его забрали. Ну, во-первых, она не была против, потому что, когда мы его забирали, Америка молчала. Это она сейчас... Она не успела сказать. Не успевает. Ну, это не в этом дело. Крым перешел из одной колонии американской Украины, перешел в другую колонию американскую Россию. Что, там в Крыму лучше жизнь стала? А сейчас... Да, лучше. Ну, не знаю. Во-первых. Ну, потому что там, да, та колония, она, потому что она отдала ядерное оружие, и американцы там напрямую. А возьмем Донбасс? Сейчас, Донецк. Ну, и что? Это самое. Почему? Ну, мы признаем Донбасс суверенными, или мы говорим, что это часть Украины? Ну, мы хотим ее признать. Нет. Своей. Нет. А кто сказал? Ни один человек не сказал этого. Ну, мы не хотим ее отдать Украине, правильно? Так, секундочку, там фабула, это вот действие такое, что совершен антиконституционный переворот в Киеве, и Донбасс просто не признает власть, она считает эту власть узурпаторской. И у нас, мы в Москве также разделяем ее точку зрения. То есть мы Донбасс... Киевского? Донбасса. 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 То есть мы поддерживаем Донбасс против узурпаторов. Украины. Киева. Да, мы против Януковича Донбасс не поддерживали. Когда Янукович был, мы поддерживали Донбасс против Януковича? Нет. Там и не было ничего. Да, и не было ничего. То есть произошла узурпация власти в Киеве. И мы сейчас поддерживаем, что типа вот эта власть фашистская, там бандеровская, и мы как бы вот, чтобы не вырезали, она против русского заселения, русофобская. Ну, то есть фактически этот Донбасс, он мог находиться где-нибудь в Южной Америке, мы бы тоже поддерживали, если бы там русские люди жили. То есть мы поддерживаем просто русский как бы мир, потому что там на Донбассе русских полно. На самом деле вся Украина русская, ну, никому об этом. Вот. На Донбассе мы просто поддерживаем русских людей как культуру. Не как часть нашего общего государства, которое мы просим восстановить, а просто часть культуры, которую сейчас гнобят. То есть вот эти вот языковые законы всякие там. Та же Америка. Выряжает, ну, да. А что ж, они нам не скажут, что отойдите оттуда. Давайте мы соберем. А нас там и нету, они говорят. Так, ну, они знают, что мы там есть. Так, нет, секундочку. А что ж, подожди. Мы есть и в Америке наши рожейчики есть. Хорошо, допустим, нас там нету. Ну. А что ж, они вот так вот и возьмут, и не возьмут ее за столько лет в Донецком? Ну, не смогли. А что такого? А Приднестровье? Там румыны, румыны атаковали и не взяли. Ну, потому что это русские люди. Русские люди, они хорошо воюют. В Осетии тоже отбились. Ну, ты, на самом деле, вы, извините, на самом деле, сам понимаешь, если бы Америка на Украине хотела осесть перед Порошенко, ракеты там свои установить, правильно? Не знаю, не знаю. Потому что у нас-то ракет тоже не меньше, чем у них. Вы знаете, да? Не меньше, не меньше, но, извини меня, за 50 километров ракеты ставить. Это геополитика. Но у нас подводные лодки тоже могут всплыть там, как в Гудзоне раньше всплывали или где-то там. Ну, это другое. Это ж, нет, они нас не пугают. Потому что как только они начнут нас пугать, американцы, мы испугаемся, и народ вот вместо того, что вот овощами, животными ходить вот туда-сюда, он начнет политизироваться. Как только он политизируется, он сразу, так, а что это такое? Ну-ка, расскажи мне про это. А про это расскажи. И сразу же тут не полмиллиона будет там, а 15 миллионов подписей. Вот это будет, если Америка нас будет пугать, если она ядерные ракеты поставит вдоль нашей границы, это Украине. Они специально нас усыпляют. Это все с умыслом сделано. Ну-ка, корову, корову, к примеру, вы ведете корову на бойню. Вот вы фермер. Ведете корову на бойню. Вы ее там пинками, там, я не знаю, там это. Нет, вы ее там морковку, там, ей там это, там, веди там моя там сладкая. Все, и корова идет на бойню. Вот так же и нас не пугает, но ведут на бойню. Я уже собираюсь, практически. Что, что? Готов. Не, ну, когда призыв будет, мы все будем готовы. Ну, я просто знаю, как оно будет. То есть будет у нас типа Карибского кризиса, будет такое ядерное противостояние. Причем прошлый Карибский кризис советским людям никто ничего не сказал. Они даже не знали, что был такой кризис. Ну, вот на Кубе, который это, операция «Анадырь». Вот сейчас такой же кризис будет, я не знаю, там, скажут нашему народу или нет. Будет противостояние. Может быть, там, ну, во время прошлого Карибского кризиса самолет американский один сбили. Ну, может, и сейчас там один придется сбить. Или они наши, или мы их. Ну, и все. И как завершение этого кризиса, это будет вот референдум, надо будет еще сходить на референдум по Конституции, изменить. Вот с чего власть перейдет уже официально из Вашингтона. То есть она сначала перейдет, как бы, практически, а потом еще народ еще официально должен подтвердить, что народ не против. Народ не халует, как бы, вот он решил халуем в 1993 году, а сейчас он передумал, перевоспитался. День и месяц рождения еще. Телефон, да, домашний, сотовый для связи. Так, газетку взяли? Да, взяли. Ну, все, читайте. Будем надеяться. Следите, надо будет еще сходить на референдум. Где следить? Какой референдум? Ну, по изменению статей Конституции колониальных, либо новую Конституцию менять. Ну, не на этом, может, там, может, в этом году будет, может, в следующем. А где следить-то? Ну, объявят по телевизору референдум по Конституции. Ну, не пропустите. Будем надеяться, что... Ну, также территориальная целостность восстановится, еще все войска НАТО с нашей границы идет еще, еще Советского Союза уйдут. Так это подписи чисто советских, российского народа. Конечно, да. Ну, сколько надо собрать? Нет, и российского, и, как бы, кто в СССР жил. Ну, там официальные цифры, как бы, нет. В смысле в СССР? И Казахстан, и... Да, 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 все собирают. Ну, потому что преступление произошло, Горбачев-то и против них преступление. Он же развалился союзные. Вот я, например, я жил тогда. А Горбачева... Ну, его неправомерными его указы будут признаны. То есть мы по международному праву до сих пор еще в границах Советского Союза. Судить его за это будет? По ООН. Ну, а как? Я думаю, что он побрет уже, может, в этом году. Он же по больницам, по-моему, там уже лежит. По больницам надо все лишить. Ну, он в Америке. Как вы его судить будете? Это американский агент. Ну, как мы проиграли? Как вы проиграли? Пидор, блядь, я бы его нахудрить. Ну, так... Чубай, Чубайс. Тут начальник тоже от Америки. Мы тут не можем с ними. Они начальники. Народ признал их в 93-м году официально начальники по Конституции. Вот когда все это отменим, я думаю, там, может, кого-нибудь и догоним. Кто не успеет отсюда свалить. Олигархов. Какой народ обещается нормально? Чтобы они поняли. Ну, народ разный. Кто-то сам знает. Кто-то, о, да я это все знаю, не надо мне объяснять, там, брат подписал. Кто-то еще мне новое что-то расскажет, что я там даже не знаю, как разваливать Советский Союз. Ну, ладно, в общем, удачки, надеюсь. Ну, все, нам всем удачи. Мы победим. Надеюсь. Надеюсь. Мы русские, с нами Бог. Мы победим. Продолжение следует...